Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багира. Продолжаем работу по формированию нашей липы. Вот, поверну ее к вам лицом. Вот так она обросла у нас с зимы. Сегодня очень много обрежется, вот так как очень много выросло. Такая вот она огромнейшая, огромнейшая. Есть выбор из ветвей, будет выбор именно большие, толстые. Мы будем заменять на более тонкие, разветвленные. И самое главное, мы поработаем со всем деревом. Реально будет очень большая обрезка. И самое большое будет то, что хотела и добилась, это вершина. Так, сейчас я вот так вот. Мы с нее и начнем, потому что то, что будет обрезано, оно сильно закрывает. Значит, вот у нас, беру вот это пока. У нас вот была веточка, надеюсь, видно. Вот она. И она совершенно не нравилась, уходила в сторону. И совершенно это неинтересно было. Хотелось вырастить вот здесь. Вот она выросла. Поэтому вот эта часть сейчас сразу же убирается. Хоть что-то будет видно. Так, убираю сейчас все. Просто срезаю спенечками. Все это потом будет обрабатываться, доделываться. Так как тут много сегодня обрезки. Чтобы это все не затягивать, когда не надо. Вот. Значит, будет у нас вершина. Скорее всего, сегодня мы ее сразу, или, может быть, ненадолго оставлю. Чтобы она помогла, пока она растет, зарастить вот этот срез. Или, может быть, сокращу. Чуть позже посмотрю. Наверное, оставлю ее порасти где-то на месяц. А потом срезать, возможно, вот здесь будет. Чтобы срез за это время зарос. Так, и идем, значит, у нас тут, по сути, три ветви. Значит, если сверху смотреть. Вот. Одна в сторону, большая, хорошая. Вы сейчас видите лицо, поэтому вот так вам. Вот это. Потом вот здесь. Вот это все. Все она. Все она огромная. Вот она такая. Большая, естественно, она не может быть такой. Не могут быть вот эти высокие. Не могут быть длинные. И внизу еще вот здесь у нас веточка. Вот тут. Значит, что нам надо сделать? Нам надо поддержать эту нижнюю. Как видите, сейчас поверну. Вот. Видно. Есть желтые листики. Есть некоторые листики опали. Именно потому, что им не хватает света. Не хватает всего. Им не очень хорошо. Они опали. А нам нужно, чтобы нижняя ветвь развивалась. Если мы сейчас вот эту всю массу не проредим, не сделаем так, как нужно, то вот эти ветви постепенно отомрут. Возможно, не в этом сезоне. В этом сезоне они будут слабые. На следующий год они будут тоже слабые. И это их учесть. И у нас выросла... Сейчас попытаюсь показать, но мы потом это все увидим. Вот назад веточка. Тоже очень нужная. Вот тут, если видно, вот расположение сюда идет, боковая. И чуть-чуть назад, немножко выше. Очень хорошо, очень нужна. И тоже, чтобы ее поддержать, у нее желтоватые немножко листики. Именно потому, что им не хватает света. Они совсем тут закрыты. И еще и вот тут была сверху вот эта часть. Тоже как бы все над ней. Так. Значит, у нас одна, две, три, четыре ветви. И вершина на данный момент. Значит, что мы с этим делаем? Начнем работать вот с этой огромной. Здесь я не знаю, насколько это будет видно-понятно. Поэтому, скорее всего, придется показывать все руками, пальцами. Так. Сейчас я гляну. Да, вот так, возможно, будет видно. Значит, я это сейчас все подниму. А вы смотрите вот сюда. То есть, вот у нас идет эта ветвь толстая. Довольно толстая относительно ствола, что не есть хорошо. Ну, ладно, с этим можно еще пока смириться. Если ее очень сильно становить в росте, она прям затормозит. Вот она идет толстая. Чуть-чуть уменьшается толщина. Уменьшается. И вот опять толстенная, на которой очень много очень сильных ветвей. Сильная. Еще более сильная. Еще и все они вот такие доминантные, сильные. Но под ней у нас, вот мы это сейчас поднимем, то, что у нас не нужно. Под ней у нас вот здесь. Вот они маленькие, тоненькие, хорошенькие. Вот их мы оставим. Вот это все, что у меня в руке, мы удалим. Я сейчас это удалю, и вам будет по срезу прям видно, где и, собственно, понятно и почему. Так, теперь мне главное не ошибиться и не удалить себе. Что-нибудь лишнее, а не так, как я планировала. Так, по частям это сделаем. Вот убираем. Вот убираем вот эту толстенную. Чем очень сильно ее остановим в росте, всю эту ветвь, она не будет так сильно расти, так сильно утолщаться сама. И вот здесь утолщать, потому что у нас конусность все-таки присутствует. И мы будем с помощью вот этой ветви, нижней, задней ветви, увеличивать здесь толщину, что нам поможет снивелировать немножечко, что у нас здесь такая толстенная ветвь на данный момент. А то, что она становится в росте, не даст ей увеличиться за это время. Так, и здесь, по-моему, сейчас я еще проверю, но вот это тоже все срезается. Сейчас, секунду. Да. Сейчас я это так, чтобы аккуратненько плохо видно за листьями. Так, я ее вот так сделаю. Пенечек пока оставлю. Потому что с ними... Вот, что мы добились. Пенечек будет потом убран. Что мы добились? Мы добились того, что вот эти маленькие. У нас прекрасное ветвление получается. То есть толщина у нас изначальная, потом тоньше, это будет срезано. Потом тоньше, тоньше. И вот они тоненькие. Сейчас мы эти маленькие дадим им порасти. Вот эту, насколько видно, не знаю. Вот это самое сильное, чтобы она сейчас не пошла в рост и не перегнала. Все, не дав вот этим маленьким развиваться, мы ее сокращаем прям сильно. Так как здесь очень сильное, мы сократили буквально две почки оставим. Была бы здесь не такая сильная, мы бы вот так дальше сделали. Было бы допустимо. Сейчас прям очень кардинально мы сокращаем. Потом вот еще веточка. Тоже мы ее сокращаем. И здесь еще одна, тоже самое. Потому что вот эти три, что я сейчас сократила, они все-таки сильнее вот этих вот двух малюсеньких. А нам их надо поддержать. Они смотрят чуть-чуть вот вперед. Вот если это лицо. Не вперед, но вот что-то здесь должно быть. Так, плюс того, что мы убрали вот эту вот громадную и будет тут более нежное ветвление. Вот эти у нас увидят свет. Когда мы до них дойдем, мы их тоже там пообрезаем, сделаем. Но то, что у нас внизу, будет видеть свет. И у нас на этой же ветви, на этой толстой, есть вот две еще. Но вот это очень плохо видно за листьями, вам я понимаю. Но вот очень толстая тоже. Это не нужно будет удаляться. Сейчас, где она? Здесь. Идет она не в ту сторону, куда надо. Она идет, пересекая дерево слева направо. Ну и, естественно, вот это вот вверх. Ее можно было бы пригнуть куда-то, но не нужно. У нас тут достаточно маленьких, хороших. Поэтому удаляется. Вот, сейчас, секунду. Вот, итого, сейчас я нижнюю пригну, отведу чуть-чуть. Вот мы получили замечательную веточку. Да, у нее совсем тоненькие и маленькие. Но на этой высоте они начнут расти довольно быстро. Им много света здесь достаточно будет. И всего будет хватать. Они наверху, так что они будут расти быстро и быстро придут в себя. И потом мы их немножечко, вот, вот это вот у нас куда-то выбивается. Мы это все, мы это все немножечко поформируем проволокой. Это уже будет в последующие разы. Возможно, вот она немножко спорит вот с этой. Возможно, будет видно, или она будет убираться, или будет сильно сокращаться. Может убираться, или вот эта будет убираться. Это будет понятно позже. Готово. Теперь идем вот к этой верхней. Извиняюсь. Что у нас здесь? Ну, примерно то же самое. То есть у нас... Сейчас. Вот так. Подниму. Вот у нас есть сильные. Есть не сильные, тоненькие. Вот мы вот это сильное будем убирать. Переводя на ту, что рядышком. Рядышком тоненько. Она, по сути, ее будет повторять. Но уже у нее ветвление будет малюсенькое. Она тоненькая. И это будет хорошо. И опять же, про толщину ветви... Сейчас, секунду. Покажу ее. Вот здесь тоже не забываем. Так что вот таким образом мы их... Так, что я сейчас показывала? А, вот это понятно. Когда поворачиваешь, не сразу видно, где же я хотела обрезать. Вот. Вот убрали. Получили. Малюсенькую. И чуть-чуть побольше. Эту чуть побольше прищипываем на одну почку. Остается три. Замечательно. Та же самая ситуация вот здесь. Тоже здесь. Вот отсюда видно прямо. Прямо пучок. Маленькие, большие, разные. То есть большую, толстенькую мы убираем. Где она там сейчас? Сейчас я ее уберу и тогда покажу. Вот. Вот мы ее уберем. Вот срез. У нас тут будет просвет. Они были очень часто. Их было много. На ней было тоже. Она не одна, а прямо пучок сразу. Одна, две, три. Еще назад куда-то. А так у нас получится. Одна веточка. Мы ее сократим. Вот так прямо сильно. Вторая тоже сократим прямо сильно. И вот, пожалуйста. Есть веточка вот сюда. Так. Вот наверх. Вот она. Вот она. Она наверх не нужна точно. Ее можно было бы пригнуть в эту сторону. Вот так. Как клещебаном. Но тоже не нужно. Поэтому мы ее сразу уберем. Так. Увидели веточку. Вот. Здесь. На лице. Она как бы в лицо смотрит. Но уже на довольно большой высоте. То есть у нас большая часть дерева видна. Виден ствол. Видно небарий будущий. И поэтому она имеет право быть. Сейчас я только на нее посмотрю. Будем ли мы ее немножко сокращать, чтобы ветвить. Или нет. Оставим ее, наверное, так же, как и вершину. Примерно на месяц. Может быть, на три недельки. В зависимости, как рост сейчас будет. Какая погода будет. И когда она подрастет, окрепнет, тогда сократим. И, собственно, будет более понятно, нужна она или нет. Так. И еще здесь у нас наверху осталось... Тут поработали. Тут вот у нас тоже какая-то веточка. Вот она маленькая. Сейчас посмотрим, что у нас, куда она идет. Ну, тут их... Сейчас. Тут их две. Одна вниз ровненько, одна вверх. Вот эту верхнюю удалил, а то вниз пока оставим. Ну, не вниз, она ровненько идет. Это будет хорошо. Так. Вот. С верхом, по сути, все. Теперь нижние у нас видят свет. Вот это вот у нас видит свет. Эту мы обрезать... Не будем сейчас останавливать в росте. Она все-таки низкая. Нам надо, чтобы она наращивала здесь толщину. Сама окрепла. Поэтому она вот примерно, как вот эти вот все, останется недельки на три. Может быть, на месяц. Может быть, чуть больше, чтобы она прям хорошо окрепла. То есть, если я увижу, что тут почки прям сильно хорошо развиваются, тогда сокращу ее где-то через месяц, чтобы она ветвиться начала в этом сезоне. Если нет, то попозже, где-то так, может быть, в августе, чтобы она уже на будущий сезон закладывала ветвление. Поэтому это остается. И теперь вот с этой работаем. У этой... Сейчас покручу. У этой нет таких вот, как были ситуации здесь, что какая-то толстая, еще и вторым ярусом так она росла. Тут у нас все так хорошо... Хорошо так уже в плоскости разведено. Поэтому, по сути, ну вот только вот здесь в начале... Сейчас перегнутошно. Вот маленькие, вот они куда-то пытаются. Сейчас мы вот эти вот все сократим. Просто сократим. Вряд ли что-то будет вырезаться так, как было вот наверху. И посмотрим, что у нас будет. Так. Значит, все вот эти веточки пока сокращаем. Они такие сильные. Поэтому мы можем это сделать. Если я сделаю, я вам все покажу и расскажу, почему и как. Так. Так. Единственная ситуация, где мы будем вырезать не просто сокращать веточку, а немножко вырежем вот более сильную. Так. Так. Вот здесь. То есть вот эту сильную часть уберем, переведя на вот эту тоненькую. Потому что иначе у нас получается опять ярус. А собственно нам не нужна такая толщина. А толщина ее у основания уже приличная. Очень даже. Поэтому нам не надо ее разгонять очень-очень сильно. То есть нам ее не надо так сильно останавливать в росте, как верхние. Они еще более, ну, может не более толстые. Плюс-минус такие же, но они наверху и шансов у них вырасти больше. Вот. Но остановить уже выбор ветвления можно. Так. А то, что осталось, мы большие. И пока большие, просто сильные сокращаю. Так. Все маленькие пока остаются. Так. И вот пришли. Вот у нас наверх идет. И потом он или наверх, или вот сюда. Абсолютно не нужно. По сути, то же самое касается... Этот листик нужен он туда, пусть завернется. Вот этой маленькой. Она очень близко здесь и идет. Хотя пусть побудет. Может быть. Может быть со временем вот эту толстенькую мы заменим тем, что у нас вот эта вырастет. Собственно, они будут спорить, если будут расти. И вот здесь у нас веточка хорошая. То есть... Извиняюсь. Вот эта толстая со временем, скорее всего, уйдет, заменившись на вот эту потоньше. И здесь и будет у нас более нежное ветвление. Но это зависит от того, как маленькая будет развиваться. Так. Поэтому, чтобы она лучше развивалась... Тут вот я оставила три почки и три листа. Уберу еще одну сейчас. То есть мы еще ее остановим посильнее, чтобы эти маленькие у нас росли. Так. И теперь вот тут внутри смотрим. Вам это вообще не видно вот здесь. Но там идут так вот. Одна к другой. Вот отсюда даже будет видно. Одна к другой. Вот эту вот точно уберу. Вот так сделаю. Может будет видно. Вот эту точно убираю. Сейчас так ее спнем и прежем. Вот. То есть чуть-чуть прорежем, чтобы они не перекрещивались и не шли одна к другой. Так. 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 Готово. Теперь расскажу. Значит, вот они. Вот. Все вот эти сокращала. Вот здесь можно было бы очень хорошо сократить до этой почки. Но здесь нет листика. Он погиб. То же самое и здесь. Поэтому сокращаем там, где есть какой-то листик. Так как очень большая обрезка. У нас, собственно, где-то треть осталась. Остальное все срезалось. И это внизу. Поэтому так подстраховываемся. Впоследствии, скорее всего, это длинное междоуслие будет убрано. И у нас будут более короткие. Будет ветвиться. Тут то же самое. Вот. Здесь у нас вот все сократила. Просто оставив пару почек и листик. Или три почки и один листик. Если такая же ситуация без листика. И вот это вот маленькие все. Пока остаются. Потом будем впоследствии выбирать. Возможно, от вот этой тоже толстенькой ветви уйдем. Чтобы было ветвление чуть раньше потоньше было. И то же самое и здесь. Все то же самое. Тут мы обсудили. Так. Ну вот. Готово. Значит, что сейчас, если у вас вот такая сильная обрезка. Она стояла на ярком-ярком солнце. У нас где-то 30. Сегодня ближе к 40. Вчера тоже было где-то 33-35. Яркое солнце. Все замечательно. Дерево привычное. Но привычные листья вот эти, которые были наверху. Все вот эти листья, которые прятались, не видели солнца. Они очень нежные. К тому же они ослабленные и желтенькие. Выставить ее сейчас на яркое солнце нельзя. Они погорят сразу же. Ну или им будет очень тяжело. Поэтому ставим куда-нибудь под дерево. В рассеянный свет. И пускай приходит в себя. Как увидим, что хорошо листики. Их видно. Они становятся более плотные. Вот эти вот поприличнее. А эти такие вот. Они вниз как бы так смотрят. Они выровняются вот так. Станут хорошо себя чувствовать. По ним будет видно. И тогда мы опять переставляем на солнышко. Можно будет подкармливать весь сезон. Все может расти. Замечательно. И вот она. Уже выправляется форма. По обрезке вот здесь. И вот эти вот ветви. Которые планируются через три недельки. Или через месяц. Посмотрю. Если надо будет что-то тут еще обрезать. Ну, кроме вот двух срезов. Что-то еще. Тогда сделаем видео. И все так же покажу. Эту обрезку. И все, что остальное. Если надо будет просто вот прийти срезать эти два среза. А остальное еще рано. Значит, я их срежу. И потом при последующей обрезке просто расскажу, что это было сделано. Все. Теперь срезы надо аккуратненько дорезать. Хорошо. Замазать. Всегда спрашивают. Часто говорю. Но все равно спрашивают. Замазываю пастой для бонсай. Японской пастой. Если нет японской пасты, покупайте. Паста зовется ран нет. Одним словом пишется. Ран нет. Она такая. Как краска. Вы ей закрасите. И все этого достаточно. Никакого садового вара. Ни в коем случае. Или, как вчера, меня спросили. Можно ли вместо садового вара взять зеленку. Не надо брать зеленку. Оставьте ее для чего-нибудь другого. Все. На данный момент все. Уже что-то будет видно. Будет меньше. Чем нам еще облегчает вот такая вот обрезка. Летом. В июне. В июне. В июле. Очень много листвы. И было. И несмотря на то, что у нас огромная плошка. Огромная. Специально я хочу тут прямо так разогнать ствол. Помню. У этого дерева мне хочется, чтобы было что-то массивное. Очень интересно всегда. Вот. Это была довольно тоненькая же. Кто видел изначально первое видео. Тоненькая. Тоненький саженец. И хочется получить что-то серьезное. Значит. Несмотря на то, что большая плошка. Соответственно много влаги. Хороший грунт, который какое-то время удерживает. И не так быстро должен пересыхать. Из-за вот этого огромного количества листвы. Она каждый день была сухая. Просто как будто ее неделю не поливали. Вот. Поэтому сейчас сократится немножко полив. И это тоже облегчает жизнь. Так как дерево не чувствует вот этих перепадов. Мы, конечно, поливаем каждый день. Но все равно, когда оно за день высыхает очень сильно, это не есть хорошо. Очень сильно когда. Все. Вот. Посмотрите, что получилось. Обрезайте свои, если надо. Формируйте. И будет все хорошо. Пишите, что у вас получается. Какие у вас успехи. Мне всегда очень интересно. Вопросов часто задают. И проблемы часто пишут. А вот успехи пишут реже. А мне всегда интересно прочитать, что посмотрели. меня сделали. И получилось что-то хорошее. Это всегда радует. Так что пишите, не стесняйтесь. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok